приветствую всех на медицинском канале в этом видео мы научимся воспринимать ауру что я имею ввиду под словом воспринимать на первом этапе обучения полезно научиться чувствовать ауру в частности воспринимать ее посредством тактильных обонятельных и интуитивных ощущений тогда в дальнейшем легче будет ее увидеть существует ряд приемов и упражнений развивающих чувственное восприятие ауры попробуйте сделать следующее как почувствовать ауру или энергию выберите немноголюдное место так чтобы вы не видели тех кто приближается к вам со стороны спины и проведите такой опыт слегка прикройте глаза то есть ваши глаза должны быть полузакрыты для этого вспомните как выглядят медитирующие гуру у них глаза не закрыты они как бы полу открыты главное вы не должны видеть окружающих а теперь будем воспринимать или чувствовать ауру других людей к вам кто-то приближается постарайтесь почувствовать постороннее присутствие попробуйте ощутить это мужская или женская энергия не обманывайте себя если вы услышали стук приближающихся каблуков по асфальту после того как вы ощутили постороннее присутствие и возможно даже определили мужская это или женская энергия проверьте себя второй способ научиться воспринимать или чувствовать ауру других людей также основан на игровом моменте допустим вы приглашены отпраздновать какое-то событие на крупную вечеринку или находитесь в театре или в другом общественном месте есть одно небольшое условие в этом месте должны быть кто-нибудь из ваших знакомых то есть среди гостей или зрителей есть ваши знакомые постарайтесь почувствовать присутствие ваших знакомых опустите глаза и слушайте себя ощутите свое внутреннее состояние ответьте себе на вопрос кто из ваших знакомых уже пришел и точно присутствует на вечеринке запомните как внутренне вы узнаете и чувствуете присутствие этого человека даже если вы не видите его и не знаете если он в данный момент на вечеринке проверьте себя действительно ли этот человек присутствует самые большие шансы на первых порах у вас будут почувствовать этого человека в том случае если вы к нему неравнодушны на той же вечеринке можно незаметно потренировать тактильные ощущения чужого биополя например таким образом как правило на такой вечеринке люди проходят друг возле друга на расстоянии один метр и менее и это не воспринимается окружающими как нечто необычное или даже вы можете стоять рядом с другим человеком знакомым вам или не очень не общаясь на расстоянии одного метра или менее сосредоточьтесь на своих ощущениях возникающих вашем теле возможно это будет тепло холод или легкое покалывание если это произошло значит вы почувствовали ауру этого человека это может произойти на расстоянии от одного метра до 15 сантиметров от него проконтролируйте ощущения во всем теле что вы чувствуете где изменилась температура где почувствовали вибрацию была ли реакция этого человека на ваше биополе любая вечеринка предоставляет великолепную возможность изощряться восприятие человеческой энергии не все могут видеть энергию у некоторых это никак не получается но зато у этих людей развиты тактильные ощущения и такие люди чувствуют руками часто это даже проще чем видеть тут тоже все понятно отодвигаешься человека протягиваешь руку и начинаешь ощупывать пространство вокруг него как только почувствуешь едва заметное уплотнение значит ощутил границу ауры развивать чувствительность рук к энергиям довольно прост самое легкое упражнение это закрыть глаза и попробовать соединить две руки делать это нужно не спеша просто направьте ладони к друг другу и начинайте медленно сбежать на некотором расстоянии руки сами остановятся словно между ними возникла преграда преодолеть ее легко но лучше запомнить это ощущение потому что вы впервые для себя ощутили свое биополе таким же образом вы можете почувствовать всякую энергию и что самое интересное на любом расстоянии вы наверное не раз видели как целители или маги выставляет перед собой руки благодаря рукам они получают информацию о размере ауры ее состоянии и дальше проникает вглубь организма получает знания о каждом органе рука выступает в этом случае как маленькая антенна которая ловит сигналы и используется как передачи лечебной энергии для выполнения другого упражнения которое разовьет вашу чувствительность необходимо сосредоточить внимание на своих ладонях глаза лучше закрыть дышать плавно и ритмично теперь мысленно представьте что дышите не только с помощью носа но и с помощью ладоней ладони поставить друг напротив друга и тогда вы почувствуете что когда вы делаете вдох воздух между ладонями становится прохладнее когда делаете выдох становится теплее если делать это упражнение несколько раз в день то через некоторое время вы заметите как возрастает ваша чувствительность после развития чувствительности можно делать диагностику ауры то есть проводя ладонями сверху вниз можно обнаружить места пробоев где находятся вредоносные программы и многое другое это лишь вопрос времени упражнения и привычки после тренировок вы начнете чувствовать тепло и холод сможете даже определять по фотографии жив человек или нет просто проведя ладонью над фотографией в случае смерти почувствуете холод идущий от фотографии если человек жив тепло руками пользоваться привычные но можно и без них просто надо понимать что работаем мы не руками а душой она главный инструмент работы в тонком мире а теперь поговорим о тактильном восприятии энергии ваших чакр впервые почувствовав собственные чакры руками вы будете приятно удивлены так как скорее всего никогда ранее не подозревали о том что они излучают энергию давайте попробуем одной ладонью определить и почувствовать чакру расположены в области сердца как и в предыдущем случае начинайте опыт с расстояния примерно 30 сантиметров медленно подводите ладонь груди в тот момент когда почувствуете легкое сопротивление отведите руку повторяйте последовательность таких движений до тех пор пока у вас не будет отчетливого впечатления о барьере созданном вашей аурой повторите опыт но на этот раз сместите руку в сторону по отношению к чакре в данном случае вы сможете подвести руку к груди намного ближе прежде чем почувствуете какое-либо сопротивление это происходит вследствие того что энергетическое поле в области чакр гораздо интенсивнее чем на других участках ауры научившись чувствовать чакру в области сердца попробуйте определить остальные энергетические центры постоянно тренируясь вы почувствуете материальную наполненность ауры когда вы испытаете это чувство можно будет с уверенностью говорить о том что ваша восприимчивость к сверхчувственным явлением значительно повысилась есть один нюанс во время таких упражнений злогом успеха является беззаботное психологическое состояние экспериментирующего он как бы играет любое напряжение принуждения приведет к блокировке теперь поговорим как по запаху можно определить ауру на самом деле все гораздо просто по запаху можно определить не только сущность человека но его внутреннее состояние на данный момент цветок излучает благоухание а какой зап излучает раздраженный и злой человек в трудах старых отшельников можно найти такое замечание добро есть благоухание зло есть ядовитое зловоние конечно это замечание понимается как символ но вдумчивый человек поймет что и в этом определении есть доля истины запахи и цвета находятся между собой в тесной взаимосвязи и соответствует так темные и светлые полюса определяет их сущность характер и свойства область это дает широкий простор для изучения но требует знания и подготовки сущность человека выражается в присущим ему запахи цвет ауры характеризует облик самого человека и точно также характеризует его и запах а у